Друзья, мы с вами планировали еженедельно смотреть на прогресс и радоваться тому, что рубежное наконец-то начало развиваться. Но ведь действительно не зря же люди терпели всю вот эту бойню, сидели неделями в подвалах без воды и света. Теперь-то должно стать лучше, по крайней мере людям так и обещали. Ну, а мы за этими улучшениями наблюдаем. Итак, что же за неделю произошло в рубежном? Самое главное, уменьшилось количество прилетов. Если раньше летело по районам часто и густо, то на сегодняшний день этого не наблюдается, хотя и расслабляться тоже нельзя. Несмотря на то, что стало тише и спокойнее, некоторые люди до сих пор боятся выходить из подвалов. Будем надеяться, что со временем их страх пройдет. Связь с рубежным прервалась полностью, так как последняя обеспечивающая связь вышка в Лисичанске отключена или разрушена. Ну а новой связи нет, само собой как она появится без электричества. По словам рубежан, уже установлены вышки связи Лугаком. А я вот не знаю, зачем устанавливать новое оборудование, если всегда и везде использовали старое, так сказать, национализированное оборудование. Или все-таки устанавливали новые вышки связи. Напишите в комментариях, те, кто эту тему знает поподробнее. С электричеством беда не разрешилась и навряд ли разрешится что-то в ближайшее время. Слишком много нужно вложений и слишком много нужно труда для восстановления и для перевода вообще всей энергетической системы в новое русло. И получается, что пока не будет электричества, не будет никакой деятельности, которая мало-мальски зависит от этого электричества. Можно не мечтать о воде и о прочем комфорте. Людям заявили, что будут пробивать скважины для воды, хотя непонятно кто, где и как. Но пока не будут пробивать, так как грунтовые воды отравлены химическими заводами. Хотя сколько скважин у людей, люди пьют воду и горе не знают. Напишите в комментариях, кто пьет водичку со скважин в рубежном. Как вы себя чувствуете вообще? Отравляют ли вас химзаводы? Ладно, скважины бурить, а сколько и где? По одной на дом или по одной на район. И без электричества это может быть только ручной качок, которым надо будет закачивать воду. Ну или колодец можно выкопать. Но если со скважинами хоть что-то более-менее понятно, как быть с туалетом? Ведь людям, я извиняюсь, надо элементарно пописать, покакать. Строить общественный туалет во дворе дома. Ну, жители частных домов знают примерно за сколько по времени заполняется туалетная яма. Представляете пятиэтажку с сотней квартир? Это в сто раз больше, чем в частном доме. Либо надо сотню туалетов, либо должна быть яма в сто раз больше. Понятно, что люди будут дома справлять нужду на ведро, в пакетик. Потому что очереди в такой общественный туалет будут постоянно. Ну и опять-таки интересно будет соседство вот этих скважин для воды и общественных туалетов. Ну, возможно, я утрирую. Это я уже говорю о каком-то будущем рубежного. Но пока в настоящем ситуация не изменилась никак. Рубежане хорошо знают, как делался ремонт больницы. Как был отремонтирован терапевтический корпус. Инфекционное отделение. Как по прооновской программе производился ремонт. Как завозилось туда оборудование. Вы ведь знаете, те, кто в рубежном живет, помните? И вот на фоне всего этого очень забавна новость от кадыровцев, что они обнаружили заброшенное отделение в больнице. И завезли туда новое оборудование. Спросите у самих рубежан, была ли эта больница заброшена? Не было ли там оборудования до кадыровцев вдруг? Рубежане уж точно не дадут соврать. Да и у меня есть видеозаписи по этой больнице после ее ремонта. Также позабавила бабуля, дающая интервью. Не знаю, видели вы, не видели этот ролик. Но она рассказала, поведала нам, что к ней подошел танкист. И заявил, что где-то в соседнем рядом находящемся доме обнаружена биолаборатория. В ней выпускали какие-то биоэтнические вирусы, вероятно. Лаборатория с пробирками и схемами, как сказала бабулька. И я еще вам одно скажу, это все правда, а то ли брехня. Так, танкист у нас, там танк стоял за домом. Он сказал, что они в каком-то доме, вот тут у нас побуденного, ну побуденного даже в доме, изготавливали бактериологическое оружие. Что это за лаборатория, какие могут быть схемы в лаборатории, схема изготовления вируса, что ли. Мне интересно, конечно, узнать ваши мысли. Пишите в комментариях, возможно и правда обнаружили дом какого-то наркодилера, человек там наркотики делал. А может и действительно у нас в городе существовала и действовала биоэтническая лаборатория, изготавливающая вирусы для уничтожения славян. Пишите, пишите обязательно, интересно узнать ваши мысли. Рубежные, это ведь и мой родной город, и у меня душа действительно за этот город болит, я не лукавлю. Мне очень обидно, что мы в городе развивали управляющую компанию, вкладывали силы, средства, свое собственное время в ее развитие. Я лично на своем транспорте, за свой собственный бензин в свое личное время, ночное, праздничное, выходные, выезжал на устранение любых аварийных ситуаций. Мы делали все для того, чтобы город развивался. Придумывали всякие фишечки и штучечки, чтобы жителям в городе было удобнее и комфортнее. А теперь пришли ЛНР и говорят, что коммуналку можно не платить. Вот всю вот эту работу можно не оплачивать. И они еще удивляются, а почему это я их не люблю? Наверное, потому что результаты моих трудов, моя работа, мои друзья, имущество, дом и вся моя жизнь просто перечеркнуты. Что же, очень надеемся, что жители города будут жить лучше, чем они жили до этого. Ну а пока наблюдаем. И не забывайте, что на канал надо подписаться и поставить лайк, если вам нравится то, что я делаю. А также вы можете стать спонсором канала и получить доступ к дополнительным функциям. Либо осуществить единоразовую поддержку платежом по реквизитам в описании под видео. И обязательно пишите, ваши комментарии очень важны для нас. Это очень-очень большая поддержка как для меня, так и для тех, кто все это смотрит и читает. До новых встреч, друзья. Всем мира и добра.